Михаил, социальный театр часто обвиняет в самодеятельности. Если на сцену выходят непрофессиональные актеры, но это все равно, что там, не знаю, театр при Доме культуры какой-то. Да, это вопрос сложный, но я думаю, что все вокруг это профессионально. И сегодня мы говорим о том, что человек, да, любой человек имеет право быть художником. То есть даже не имея, получается, профессионального образования. Совершенно верно. Сейчас есть такие технологии, да, подхода к человеку, которые позволяют в очень короткий срок сыграть, по крайней мере, один раз, да, на сцене, очень профессионально. Другой вопрос, что к следующему спектаклю нужно проводить уже другую, отдельную работу. Ну, вы знаете, если в театре это еще имеет место быть, но я думаю, что в журналистике точно такой номер не пройдет. Давайте программу начнем. Здравствуйте. Программа «Районокварталы». С вами Наталья Самуша, Антон Горнов. И Российский государственный академический театр драмы имени Пушкина или просто Александринка объявил о начале нового проекта. В следующем сезоне на новой сцене театра будут создавать социально ориентированный театр. В общем, собственно, хватит интерпретировать Гамлета, и пора вывести на сцену реального человека с реальными проблемами. И решать эти проблемы, заявляют авторы этой концепции. У нас в студии Михаил Патласов, режиссер и куратор программы социально-культурных проектов «Здесь и сейчас». Михаил, здравствуйте. Давайте разбираться, чем же конкретно вы собираетесь наполнить программу этого проекта. Ну, у нас такие большие четыре части, и мы попытаемся осветить какие-то такие достаточно важные, как мне кажется, для нашего города пласты. Первый – это работа с бездомными, один день из жизни бездомного. Дальше – это работа с пожилыми, где мы охватим такой круг, работа с ветеранами сцены. Следующая история – это дети, подростки, трудные подростки или под патронатом, работа с детскими домами. И последняя часть – это мы так пока рабочее название – «Дети в сети», где мы будем говорить о том, что происходит сегодня в интернете, в социальных сетях, какая должна быть сетевая гигиена, и будем работать в том числе с блогерами и трансляцией, собственно, в эту же сеть. Крайне актуально то, что вы говорите, но вот пока из тех тем, которые вы обозначили, ну, к театру, наверное, близка только одна, собственно, работа с ветеранами сцены, то есть со старыми, в самом хорошем смысле слова, актерами. Знаете, я подумал, что работа с бездомными на сцене – это на дне, это горький. Практически. Чего здесь еще выдумывать, скажите, пожалуйста. Совершенно верно. Я даже, когда начинал работу, я вспомнил Станиславского, нашего любимого, в том, что когда они ставили на дне, он отправил своих артистов в ночлежку, да, и первое, с чего начал я, я тоже пошел в нашу ночлежку. И понял, что когда стал собирать материал, думал, сделаю какие-то параллельные линии, да, похожие. То есть вы хотите ночлежку привезти на сцену? Да, совершенно верно. Нет, вы в прямом смысле хотите ее привезти, да. Да, 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 конечно. Я просто понял, что сюжеты сегодняшнего дня, они не похожи на проблемы те, которые решают ту горькую. То есть это такой эффект 5D получается, то есть не просто вы передаете, собственно говоря, эмоции, а это настоящая жизнь. Да, это настоящая жизнь в той, в которой мы с вами варимся. И когда мы слышим тексты сегодняшних людей, как люди там оказались, то, конечно, это цепляет очень сильно. Потому что мы же, нам не нравятся бездомные, да, которые плохо пахнущие мужчины, попрошайки там и так далее, потому что мы видим в них нашу слабость, понимаете. Они нас раздражают тем, что мы, может быть, в каком-то смысле на них похожи. Ну, я готов с вами поспорить и с удовольствием это сделаю. Надеюсь, вы докажете мне, почему, и нам с Натальей, почему же нужно, чтобы рассказать о бездомных, приводить на сцену бездомных. Сделаем это после выпуска новостей городских районов. Сейчас на 4 минуты предоставляем слово нашим коллегам из службы новостей городских районов. Советский проспект станет трехполосным, но ненадолго. Вице-губернатор Игорь Албин происпектировал транспортную развязку в Усть-Славянке. В ближайшие 15 лет здесь планируют поселить еще 55 тысяч человек, но в микрорайоне сегодня лишь одна двухполосная дорога – Советский проспект. Переходящая в Петрозаводское шоссе-магистраль служит еще и транзитным маршрутом для жителей понтонного, саперного и металлостроя, что создает многокилометровые заторы. Игорь Албин отметил, что данный вопрос должен решиться к 2020 году. Дороги будут расширять до четырех-шести полос. Пока же в качестве временного решения власти хотят проложить третью полосу движения. Все, что необходимо. Первое – это провести обследование состояния дорожной одежды, чтобы понять, выдержит ли по своим прочностным характеристикам, с учетом интенсивности движения, силовых нагрузок, это самая обочина. Во-вторых, провести мероприятие по водоотведению, потому что объект переуложнен. Кроме того, вице-губернатор дал поручение Комитету по транспорту до конца следующей недели просчитать модель загруженности Советского проспекта и подготовить предложение по составлению графика работы большегрузов, чтобы облегчить трафик многотонники со стройматериалами, а это 20% всех машин, будут пускать на трассу исключительно в ночное время. Больше двух десятков квартир в Колпино остались без света. Электричество должникам отключил Петроэлектросбыт. Подобный рейд прошел в Колпино впервые. Специалисты обесточили больше двух десятков квартир. Разброс долгов от полутора до 15 тысяч рублей. После погашения задолженности свет вернут в течение двух суток. По закону, с января этого года свет могут отключить через месяц после первого предупреждения. Это может быть телефонный звонок и даже простое упоминание в квитанции. Вопреки распространенному заблуждению судебное решение для отключения не требуется. По действующему законодательству достаточно всего лишь одного письменного предупреждения. К рейду присоединились и представители «Газпрома». Жители Колпино задолжали компании почти 6 миллионов рублей. Вентиль должникам пока не закручивали, но уведомления о грозящем отключении вручили. И предупредили, если через 20 дней задолженности погашены не будут, то вслед за электриками в гости к должникам придут и сотрудники газовой компании. Гик-пикник переехал из Петроградского в Московский. Двухдневный фестиваль науки и современных технологий собрал в Пулковском парке рекордное количество участников. Тема опен-эйра «Игры разума» определила его наполнение. Организаторы подготовили для людей десятки развивающих мозг тренажеров. Любимые гиками настолки, квесты и ребусы. Например, прокачать концентрацию можно было на перевернутом велосипеде. Задача – найти ключ от замка, пока крутится колесо. Но все же развлекательная часть гик-пикника – лишь одна из сторон медали. Каждый желающий может окунуться в робототехнику, став пилотом одного из дронов, послушать электронную музыку, а после узнать, как она создается. Или сделать перерыв и выпить необычный химический коктейль. Волшебная и химическая реакция происходит. Газовыделение природное. Прошедший уже в шестой раз пикник в этом году освоился на новом месте в Пулковском парке. Привычная площадка на Илагином острове попросту не смогла вместить такое количество участников. Ну вообще гиками стали уже все. Другой вопрос, что не все до конца это понимают. Технологии гораздо больше определяют нашу жизнь. Мы все сидим в телефонах, гаджетах. Популярность фестиваля обусловила его дальнейшее развитие. С этого года пикник будет проходить не только в Петербурге и Москве, но и в других городах России. Осенью организаторы обрадуют краснодарских гиков, а в следующем году отправятся в Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Еще один выпуск новостей городских районов ждет нас во второй части программы, а пока мы возвращаемся к беседе в студии. Михаил, продолжаем про ваш социальный и театральный проект говорить. Мы остановились на бездомных на сцене. Я так понимаю, что все-таки, ну если провести параллели с кино, это как художественный фильм и документальный фильм. Вот вы делаете некий документальный театр, приводя реальных персонажей нашей жизни, чтобы они рассказывали о самих себе. Совершенно верно. Там есть такой момент, если мы говорим конкретно про этот проект, что в параллель с бездомными работают профессиональные артисты. Они берут большую часть рассказа на себя, да, а документальный герой, он существует в подтверждении, да, он существует, у него есть возможность посмотреть на ситуацию стороны. Иногда он что-то добавляет, иногда сам выходит. Есть роль у этого человека бездомного, который участвует в себе? Есть, но он, конечно. Или он играет сам себя? Он, тут сложно сказать, он рассказывает о себе, да, то есть это игра... То есть текста, который он заранее учит и готовится к выступлению, у него такого нет. Он знает и он ведом как раз артистам, в какие зоны он должен вступать, да, то есть как только... Каждый спектакль, вы, наверное, повторяете спектакль, каждый спектакль, один и тот же человек присутствует или одни и те же люди, и они говорят одно и то же, или есть некое развитие в зависимости от развития их жизненной ситуации, поскольку это все-таки не кино, отдельно запечатленное на пленку, а я предполагаю, здесь можно в каком-то развитии спектакль ставить. Мы называем это спектакль с открытым кодом, да, как программным, условно говоря, потому что существует очень много неизвестных. Например, герой может не прийти, да, в силу определенных причин, он переехал, получил паспорт, нашел работу, заболел, выпил там и так далее, и так далее. Поэтому нам приходится готовить больше героев, как правило, да, и работать с ними. И каждый раз мы просим их рассказывать новую историю для того, чтобы она была свежа, потому что это артист может сыграть, его профессионализм в чем? В том, что он одно и то же может сыграть несколько раз. Непрофессиональный человек не может этого сделать, но один раз, да, он может рассказать эту историю очень трогательно и сильно, да, поэтому вот здесь законы театра немножко поворачиваются другой стороной. Но можете ли вы повлиять на решение их основной жизненной проблемы? Вы знаете, тут есть такой момент, когда человек... Или вы, извините, эксплуатируете их образ? Когда человек видит себя со стороны, в нем открывается еще что-то, да, он либо может решить эту проблему, или может не решить. Мы все-таки занимаемся творческой историей, но, как правило, побочным таким эффектом являются достаточно позитивные вещи. Кто-то находит квартиру, кому-то помогают с работой, есть история Яши Яблочника, достаточно уже нашумевшая, когда он впервые у нас рассказал о том, о насилии в детском доме, теперь пять человек под следствием, условно говоря. Понимаете, то есть здесь очень много таких вещей, плюс когда артист играет просто Гамлета, да, он сыграл его и забыл, условно говоря. Здесь мы продолжаем с ними дружить. Это другой уровень ответственности художника. Ну вы показываете, получается, им что-то хорошее, и они хотят себя вытащить из этой ямы уже самостоятельно. Условно, если так очень кратко, наверное, да. Позвольте тогда усомниться все-таки в принципе создания подобного рода произведения. Вот смотрите, там, грубо говоря, Товстоногову и Розовскому не нужна была на сцене лошадь, чтобы сделать спектакль «История лошади». А при постановке на дне, там, в художественном театре, да, не нужно было приводить туда настоящих бездомных. Может быть, актеры обмельчали, или что изменилось? Я думаю, что изменилось наше мировоззрение в целом. То есть публика изменилась? Публика изменилась, конечно. И мы наблюдаем это там с начала нулевых. Мы теперь другие, да. Сегодня есть такой момент, что вышла ли новость в интернете, или вы там в Инстаграме, еще где-то. У вас всегда есть возможность ответа, да, такого обратной связи. И мы сегодня хотим меньше препятствий между тем, что мы хотим, объектом, который мы исследуем, и нами, да. Поэтому возникает такой момент, что мы не хотим артиста на сцене, мы хотим сразу бездомного. А когда речь идет о проекте с трудными подростками, что вы здесь можете сделать, да? Ну вот я представляю себе сразу, в рамках проекта здесь и сейчас, да, я представляю себе детей в трудной жизненной ситуации. Неважно, есть у них родители, или они вообще растут в детском доме. Но, наверное, вы можете их развлечь. Наверное, вы можете их привлечь и сделать, ну, это уже тогда опять получается некий самодеятельный театр с участием этих детей. Или что? Здесь есть момент такой, что вот у нас успешно реализован уже первый проект под названием «Цель визита». Мы работали с детьми с опытом миграции, да, буквально недавно была премьера. И я, например, понял, что дети не были в Эрмитаже. Мы просто взяли и пошли с ними в Эрмитаж. Они побывали в обстоятельствах другого отношения к ним, да, и они к нам открылись по-другому, да. То есть есть вот так, есть же напряженность определенная, да, в обществе мигранты, не мигранты. Но мы сами закрыты для них, да. Мы сами, у нас есть сцена замечательная, три сестры. Дети читают, три девочки, три сестры читают, им задали домашнее задание прочитать трех сестер Чехова. И они берут, открывают эту книжку и пытаются понять, что там написано, да. Они девочки из Азербайджана, собственно. И это очень любопытно и интересно, как они пытаются понять, да. Они представляют, а у нас же огромная семья, давайте все они там будут нашими предлагаемыми обстоятельствами и так далее. Но в какой-то момент мы репетировали эту сцену, вдруг происходит теракт в Петербурге, и родители не отпускают девочек к нам на репетицию. Приходится ехать за ними, да, вот так в квартиры, просить под свою ответственность их везти сюда. То есть у них нет возможности, да, сегодня от взрыва ксенофобии даже осознать нашу культуру как-то, да. То есть вот этот момент, тут есть еще такой момент, как мы смотрим социальное искусство, да. Будут, приезжая в Германию, например, ни у кого не возникает вопрос самодеятельности, это не самодеятельность, как это смотреть. Мы еще не умеем смотреть социальный театр, потому что мы не знаем, зачем следить, да. Но в какой-то момент зритель понимает, что я слежу за тем, как раскрылся ребенок передо мной, да, насколько он свободно чувствует себя, насколько он честен. Это важные моменты. И здесь... Этот театр, извините, что перебиваю, этот театр, он для вас и для самих детей, или все-таки он должен быть, такой театр, интересен зрителю? Зритель не... Нам, обычным, вот мы с Натальей покупаем билет, приходим. Вы знаете, всех вопрос эти интересует, да. Вам интересно, как бы, процесс, что будет с вашей страной через цать лет? Нам интересно, мы неравнодушные, мы пытаемся участвовать каким-то образом, влиять на то, что... Поэтому вот дети с опытом миграции, это наше будущее в том числе. Но в театр идут обычно, чтобы, давайте скажу, развлекаться. Может быть, это прозвучит как бы очень так, некрасиво, но ведь правда, мы идем за зрелищем, это правда. Что это зрелище? Мы, может быть, идем за таким зрелищем, которое должно нас что-то перевернуть, мы этого ждем. А может быть, просто посмеяться, по-разному бывает, но все равно это развлечение в некотором смысле. Ну, я не соглашусь с вашим таким мнением, что театр должен развлекать. Я все-таки думаю, что театр, это более сложная единица, да, и если отмотать к древности, условно говоря, когда шаманы на наших глазах разыгрывали под бубен, как надо убить медведя... Это самое настоящее зрелище, самое настоящее развлечение. Нет, они делали это не просто так для красоты, да, потому что вас погружали в состояние стресса, и здесь вам в голову вживляли сюжет, как вести себя с медведем, да, там нужно подставить рогатину. Потому что если просто сказали, выбежит медведь, подставь рогатину, ты не поймешь, да, то есть и прежде чем прийти на свидание, сказать девушке, что вы ее любите, у вас в голове прокрутится десятка сюжетов из фильмов, спектаклей, как вели себя свои родители. Вот предмет театра, вот этот сюжет, да, и за зрелищем вы приходите, или за новым опытом, да, за умением жить, конечно, мы приходим за вот этими зеркальными нейронами, за сопереживанием, я думаю, прежде всего. Вот то, что театр сегодня гораздо более сложный феномен, чем мы привыкли в классическом значении этого слова, как раз подтверждает новая сцена Александринского театра, на которой вы свой социальный проект здесь и сейчас и будете реализовывать. А мы сейчас посмотрим сюжет о том, чем еще сегодня может стать театром, местом для чего может стать театр в рамках как раз вашего проекта. Смотрим сюжет. Это видео сделали с участием актеров Александринского театра. Их монологи – самые обычные штампы из своего рода негативного словаря родительских терминов. Список предлагают дополнить самим зрителям, и оказывается, что многим есть что добавить. Все мифы и ярлыки о жизни пяти разных социальных групп собрали в пяти комнатах или углах, вместе с материалами о том, как живут дети в каждом из этих пространств. И с чем вынуждены сталкиваться. Дети-мигранты плохо учатся в школах и мешает им в первую очередь то, что они не знают русского языка. Еще один из мифов – статистика говорит об обратном. Второе поколение иммигрантов с проблемой знания русского языка вполне уже справляется. А школы в Петербурге с полиэтничным составом имеют высокие учебные показатели. Пять углов или почему взрослые не правы – это результат многих лет социологических исследований. Та эмоциональная сторона работы, которая никак не поддается описанию в процентах и цифрах. Дети всегда создают свой мир из того, что у них есть. Потому что на контрасте, например, маргинальная семья, мы проводили исследования. И когда мы туда пришли, вообще уровень антисанитарии не поддается никакому описанию. Но меня больше всего потрясло, что там тоже ребенок создал свой мир. То есть из грязных колготок он выложил свою комнату, и главной игрушкой там был мертвый котенок, который умер. И просто никто не заметил. И вот это была ее деточка, и вот она с ней играла. Все эти истории, болезненные и травмирующие, теперь тоже по-своему наказаны, поставлены в угол. Вот здесь, например, воспоминания об одном кукольном домике. В обеспеченной семье ребенка окружили сверхзаботой и условиями идеальными настолько, что порядок во всем стал навязчивой идеей. А сам малыш превратился скорее в один из предметов дизайнерского интерьера. Этот угол про те семьи, которые оказались в социальной блокаде. Ваш ребенок плохо влияет на картину успеваемости всего класса и на всех своих одноклассников. Только виноват ли в этом он сам? Такой процесс присвоения ярлыков в социологии называют стигматизацией. И в соответствии с этой теорией, даже единожды оступившийся ребенок из неблагополучной семьи автоматически становится плохим и пропащим. Проект собрал вместе художников, активистов благотворительного фонда «Галактика» и сотрудников Американского университета Северной Каролины. Оказалось, что даже с поправкой на разницу культуры и менталитетов детям приходится сталкиваться с похожими трудностями, а взрослые совершают похожие ошибки. В нашей выставке речь идет прежде всего о Санкт-Петербурге. Одновременно в Университете Северной Каролины создан параллельный проект, в котором речь идет уже об их городе, об их штате, об их стране. Везде есть проблемы насилия, везде есть проблемы маргинализации, аддикции, бедности. И всегда стоит вопрос о том, что может сделать государство и общество. Государство и общество, как выясняется, действительно кое-что может. О реальных способах помочь здесь тоже рассказывают. Но сначала путешествие из угла в угол и от одного социального слоя к другому вызывает эмоции, испуг, удивление и желание помочь. Вот смотрите, Михаил, с одной стороны сразу возникает мысль, а зачем это все приводить, приносить в театр? Место ли в театре таким вещам? В конце концов, театр это фабрика по производству спектаклей. Ну и пусть занимается своим делом. А с другой стороны, сразу вспоминаешь, что это некое возвращение к истокам, наверное. Когда в древнем греческом полисе театр был чем-то, наверное, остро-социальным, да, вот здесь и сейчас. Да, совершенно верно. Это удивительно вообще, как история об этом рассказывает. Действительно, театр это были такие большие масштабные социальные проекты, где собирался весь город, и это было частью демократического общества. И это, как правило, были комедии, и в которых была достаточно жестокая сатира или какой-то разбор каких-то проблем внутригородских. И театр был необходимой частью, да, городского. То есть он не напоминает такую психологическую консультацию? Ну, да, возможно. На самом деле, просто режиссуры и психологии – это вещи достаточно близкие. Просто они сейчас, мне кажется, объединяются, да, в нашем, по крайней мере, времени и веке. А потом, вот позже увидели римляне, да, как работает этот театр, но это уже была империя, да. И тогда театр стал таким идеологической машиной. Что любопытно, в Древней Греции есть всегда один персонаж, который повторяется всегда в любой пьесе. Как вы думаете, что это или кто это? Теперь вопрос у меня к вам. Но это хоры. Правильно, совершенно верно. Так вот, где сегодня у нас хор сохранился? В каком виде деятельности? Ну, в церкви, например. Правильно, потому что мы приняли, да, как бы греческий вариант православия. Соответственно, мы его перенесли к нам сюда. И есть даже описание. Вот первые христиане во время литургии выходили со свечами кружась. То есть были элементы театрализации. Театрализованные, да. Да, и в то же время и в Греции даже эти комедии, они всегда существовали в такой религиозной вертикали, что удивительно. Но социальный театр, он решает как бы вот без проблемы всех, условно говоря, да. Он не может остановиться перед чем-то, если ты чувствуешь эту проблему. Плюс мы, чтобы, как сказать, исследовать это все, мы привлекаем, например, ученых, социологов, антропологов, чтобы не обманываться, да. То есть это тоже такой интересный фактор, что не художник теперь изнутри себя инициирует в порыве, значит, озарения, что я буду делать спектакль про это или про то. А прежде всего такое холодное исследование, а дальше художник уже оживляет всю эту историю. Кстати, интересно, как отнесется религия к социальному театру. Вроде тоже лицедейство, а с другой стороны вполне себе актуально и значимо. Продолжим наш разговор после выпуска новостей городских районов уже второго на сегодня. Через три минуты вернемся в студию. Молодежь Калининского теперь будет чаще ездить в Эстонию. Чиновники района администрации подписали соглашение о сотрудничестве с представителями города Марду. Марду – эстонский городок с населением в 20 тысяч человек. С Калининским районом, в котором по последним подсчетам проживает больше полумиллиона, Марду связывают давние отношения. Паш район является с давних времен нашим побратимом. Просто некоторое время эти отношения были, скажем так, заморожены. И администрация, новая администрация города Марду, которая я состою, решила восстановить все прежние связи и сделать новый толчок для развития наших отношений. Уже в этом году творческие коллективы из Калининского посетят Марду на День города. Также в повестке будущего сотрудничества «Спорт». Там особенно популярен бокс. Планируется проведение международных турниров. К слову, первым актом сотрудничества района и эстонского города стал визит эстонских школьников в Северную столицу. 35 лучших выпускников города Побратима побывали на празднике «Алые прусы». Огонь на Манежной площади тушили с помощью пожарного верблюда. 214-й день рождения пожарной охраны Петербурга отметили показательными выступлениями огнеборцев и выставкой спасательной техники. Каждый день рождения петербургской пожарной охраны спасатели стараются сделать незабываемым для горожан. В этом году к тушению возгорания привлекли уникальную технику – полноприводное одноместное транспортное средство. По словам специалистов, в такой машине не страшны ни пробки, ни узкие дворы. Мощность двигателя – одна верблюжья сила и одна человеческая голова. Колесная формула 4 на 4 плюс улыбка. Всесезонная резина повышенной проходимости. Максимальная вместимость огнебрежительных смесей – два горба. Впервые на Манежной площади пожарные продемонстрировали работу на 30-ти метровой высоте. Спуск люльки с жертвой задымления занял всего несколько секунд, а профессионалы задержались на тонких канатах чуть дольше. Когда вокруг не бушует стихия, можно полюбоваться видами на Петербург. К счастью, отмечают спасатели, в реальных условиях прибегать к экстремальным видам спуска с высоты приходится только в исключительных случаях. Это может быть самоспасение при работе на высоте где-то, на каких-то складских производственных зданиях. Может быть в жилом фонде, при тушении квартир, если пожарный попал в нехорошую ситуацию, то есть он может закрепиться, сам спуститься с высотного этажа. Ну и точно так же можно эвакуировать пострадавшись, если нет возможности подъезда техники. Гости праздника могли попробовать себя в роли спасателя, например, подняться на высоту нескольких десятков метров на пожарной лестнице или совладать со струей воды из бронспойта. А для любителей техники пожарная служба приготовила выставку служебных ретроавтомобилей и машин современности. Это все новости на сегодня. У нас остается буквально три минуты, чтобы завершить разговор в студии. Михаил, ну вот давайте мы еще успеем коснуться, собственно, тех двух тем, которые вы заявили в своем проекте «Здесь и сейчас». Что такое проект с ветеранами сцены? Когда я прочитал, мне показалось таким мистицизмом попахивать немножко. Нет, эта история абсолютно нормальная, естественная для театра. Мы хотим просто сохранить память о том, кто служил в этом театре, кто служит сейчас, максимально много от них получить информации. Как это будет реализовано? Сделать такой, поскольку мы новая сцена и достаточно технически обоснованная, да, то мы хотим сделать такую историю, чтобы они существовали в том числе в дополнительной реальности. Да, нам дружественная компания выдала очки дополнительной реальности, в которых мы можем видеть как артиста, так и виртуальную декорацию, да, и виртуального героя. То есть, подождите, на сцене есть живой артист, но когда вы надеваете очки, вы видите еще что-то. Да, вы видите еще что-то, и там может быть все, что угодно, но наша задача, нам хочется, по крайней мере, поработать. Ну, не открывайте тайны. Ну, ничего страшного, есть куча документальных материалов, партнеров, тех ветеранов сцены, которые сейчас есть. И мы хотим восстановить некие знаменитые спектакли внутри этой истории. Подождите, то есть, извини, Наташа, это какой-то диалог между живым актером? Диалогом, да. И записью некой, да? И записью, да. И архивной. Совершенно верно. Какое интересное. А проект вот этот «Дети в сети» вкратце расскажите, пожалуйста, очень интересно. Эта история связана с сетевой гигиеной, да, и как ведут сегодня себя подростки, потому что родители говорят там, вот мой ребенок сидит в компьютере, и он не представляет, что там целый мир. Так вот, немножко вывернуть эту историю нам, взрослым и родителям, хочется здесь, да, и мы пригласим самых известных топовых видеоблогеров, которых поместим в обстоятельства театра, да, и они, помимо того, что они будут играть, потому что они все прекрасные артисты, как и вы, да, ведущие телепрограмм, они будут существовать просто в наших неких сюжетах, параллельно себя снимать, выводить в интернет, отдавать и так далее, комментировать. Это был спектакль, специально созданный для «Дети». Точно, да, абсолютно верно, это исключительно для сети, но зрители тоже могут прийти, потому что, я думаю, что будет пользоваться дикой популярностью. В общем, полностью документальный театр, назовем его так. Ну и завершая программу очень коротко, так когда же вы начнете показывать эти постановки и где можно будет увидеть? На новой сцене Александринского театра мы стартуем с сентября, и весь год, весь сезон театральный нас можно будет там наблюдать, можно следить за афишей. Здесь и сейчас социальный проект, проект социального театра Александринского театра. А, Наташа, мне знаешь, что понравилось? Только что сказали, что мы с тобой неплохие актеры. Хочется принять участие в каком-нибудь проекте, зовите, мы с удовольствием... Только мы не под одну категорию не подходим. Придумаем категорию. Спасибо большое. Я напомню телезрителям, что гостем программы «Район и квартал» и сегодня был Михаил Патласов, режиссер и куратор программы социально-культурных проектов «Здесь и сейчас». Михаил, спасибо большое и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова